Дорогие друзья, я приветствую вас во имя Иисуса Христа. Будьте благословены. Что значит «будьте благословены»? Вот вы всегда слышите и, может быть, вы задаете вопрос. Что же это значит «будьте благословены»? Пусть Бог действует в вашей жизни и обогащает вас. Вот что значит «будьте благословены». Что когда Бог приходит, Он благословляет, Он очищает, Он дает радость, дает мир. Когда мы говорим «будьте благословены во имя Иисуса», это означает, что пусть придет Божий мир в вашу жизнь. Восполнение всякой нужды. Пусть все самое хорошее придет от Бога. Пусть сам Бог будет действовать. Вот я сейчас хочу сказать, обратиться к тем, кто сейчас смотрит меня в записи. Если у вас была возможность приехать на собрание, и вы поленились, каким-то причинам вы не приехали, и вы решили смотреть записи, я вам скажу большое ай-яй-яй, вы не цените живое собрание верующих. Вам нужно себя дисциплинировать. Если вы не будете себя дисциплинировать, если вы не будете, знаете, по утрам вставать, ехать на собрание, общаться с верующими, вы себя сами исключаете из благословения, из тела Иисуса Христа. Если вы не принимаете святое причастие, вы не пьете кровь Иисуса и не вкушаете плоти, вы лишаете себя, вы открываете дверь для дьявола. Я вам скажу на все сто процентов. Если вы даете и открываете дверь дьяволу, он уничтожит вас, он уничтожит вашу любовь ко всему, он уничтожит вашу семью, он уничтожит ваших детей, вы будете очень потом страдать, очень сильно страдать. Если вы не можете чем-то пожертвовать ради Бога, но ради каких-то наслаждений вы жертвуете, ради лени вы жертвуете, вы ленитесь, то это показывает вам безразличие к Богу, апатию, и вам нужно бить в колокола, вам нужно проснуться, потому что вы не представляете, насколько ходит рыкающий лев в этом мире, ища кого поглотить. И как он это делает? Через заботы житейские, через стресс, через разные ситуации. Он уничтожает людей, и люди у него в пасте перемалываются. Прежде чем я буду проповедовать, я к некоторой категории людей хочу сегодня обратиться. Когда я говорю, я не говорю к одному человеку, я говорю к тем, кто здесь, и те, кто там. Я вас не вижу, я вас не знаю, но я имею побуждение сказать вам слово от Господа. Вот у вас, может быть, есть какие-то свои тупики, какие-то свои проблемы нерешенные, и вы все просите у Бога, Бог, помоги мне, Бог, помоги мне, Бог, помоги. И знаете, сегодня слово от Бога, Рема, то есть слово к действию, говорит о том, переведите свой взгляд с себя и своих нужд. Найдите человека более слабого, человека, у которого больше проблем, чем у вас, и начните о нем заботиться. В этом есть выход для вас. И Бог вас за это благосовит и поможет вам, и вы будете иметь большую радость. Вы не заметите, как вы выберетесь из всех своих проблем. Вы будете смотреть, где мои проблемы. Я не понимаю, где они. Потому что это принцип Бога – заботиться о ближнем. И всегда есть люди, те, кто беднее нас, те, кто слабее нас, те, у кого, знаете, маленькая вера, не хватает. И мы можем и призваны брать о ком-то заботу. В этом, кстати, и есть материнство и отцовство. Это проявлять заботу о ком-то. Например, это не означает, что прям бежать куда-то. Возьмите хотя бы для себя, только, знаете, примите решение о ком-то молиться. Вы услышали, у кого-то человека беда. Беда, беда, и мы постоянно слышим, постоянно слышим, что у кого-то беда, у кого-то такая трагедия. И вы просто возьмите с постоянства, это минимум то, что мы, как христиане, в принципе, призваны делать – молиться о ком-то. Если у вас есть возможность, посейте в кого-то финансы, жертвуйте. Вы будьте даятелем, потому что в этом Бог видит свою природу. Бог не видит эгоистичного верующего, который только и магнитит. Говорит, я мне мое, я мне мое, я мне мое. Все молитвы – Бог, меня, 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 меня. А Бог говорит, а когда уже ты, когда через тебя польется, Он тебе даст. Бог тебе даст больше, чем ты даже заслуживаешь или даже представляешь. Но Он хочет, чтобы ты стал Его отображением. А что это значит? Это означает то, что ты даже из своих проблем еще не выкарабкался, а уже другим помогаешь. И Бог такому человеку будет всегда давать благодать и силу. Второе, что я хотел бы сказать. Будьте жертвенными. Это означает, что мы, например, даем, или финансы даем на служение, благословляем, либо мы, знаете, делаем что-то. И мы делаем это не когда нам легко, а когда даже нам трудно, когда мы отрываем. Вот это и есть жертва. Вы представьте, что Богу не было легко отдать своего сына. И Иисусу не было легко страдать на кресте. В Него падали пот, как капли крови. Он сражался. И тому для Него это была жертва. Другими словами, все, что мы делаем, и нам этого ничего не стоит, это не является вообще ничем. То есть мы ничего не делаем, мы ничего не даем. Если я даю, представьте, Иисус заметил женщину, которая пожертвовала. Он других не замечал. Другие большие суммы давали, когда клали в сокровищницу в церкви, благословляли храм. Иисус не замечал этого. Он говорит, да, они копейки дают, для них это вообще ничего. Но эта женщина отдала все. Он ее заметил. Почему? Она пожертвовала. И когда мы что-то жертвуем ради Бога, временем, финансами, своими силами, своими ресурсами, вот это дорого! А не когда ты, знаешь, бесплатную газету с рекламкой нашел и благословил кого-то. Это образно говоря. Итак, тема проповеди будет называться «Маленькое задание». Несколько недель назад я говорил на тему «Особая миссия». Она особая миссия. И у каждого из нас в жизни есть предназначение. И то предназначение, которое есть у вас, ваша особая миссия. Я никогда не смогу это сделать. То, что есть у меня, вы не сможете. Мы настолько уникальны каждому. И для каждого Бог приготовил особый план, жизненный план. Когда мы уверуем, в каком времени, в каких обстоятельствах, кто через нас должен уверовать. То есть, Бог что-то великое через каждого приготовил. Но сегодня тема будет именно звучать так, что все великое и все большое оно сокрыто в маленьком. Кто может сегодня сказать, что Иисус – это невеликий Бог? Что это просто, знаете, просто маленький сын Бога, бегающий, знаете, такой в памперсе. И отец его любит, на ручках держит. Отец отдал сыну всю власть. К нему под его ноги поклонились все. Вся вселенная принадлежит нему. Все через него начало быть. Ничто без него не начало быть, что начало быть. Но однажды Иисус был маленьким. И, образно говоря, Он ходил в памперсе. И Он не умел даже ходить. Он просто лежал. Мы не знаем, в годик Он пошел там, в 10 месяцев, в 11. Он был маленький. Но Он был уже. И в нем, вот в этом маленьком, было такое великое. Потому что Он пришел точно таким же путем, как приходим каждый из нас, как пришли. Каждый из нас. И представьте, насколько Он стал велик. И о нем говорит Слово Божье. Он будет велик. Он будет велик. И вы знаете что? Мы иногда хотим от Бога слышать что-то невероятное. Мы хотим, чтобы просто гром и молния сотряслись. Чтобы мы что-то услышали или получили такое откровение, что еще никто из верующих не слышал. А что насчет тех откровений, которые мы уже слышали? Насчет тех простых основ, которые мы уже имеем. Что насчет них? Насколько мы утвердились в них? Насколько мы исполняем и верны в них? Вот просто представьте, маленькое задание. Вы уверовали. Вы родились в Божьем Царстве. Бог с вами общается. Бог вас любит. Бог благословляет вас. Он ничего от вас сильно много не требует. Он просто говорит, что приходи ко мне каждый день. Приходи в тайную комнату, проводи со мной время. Но потом проходит какое-то время, и Он начинает тебе что-то просить. Он начинает тебя о чем-то просить. И это что-то маленькое. Это что-то незначительное. И хоть и маленькое, но это уже задание от Бога. Это уже называется служение. Это то, когда ты послужил Богу. Что это значит? Ты услышал, что надо сделать, и ты это сделал. Зрелость верующего зависит не от того, сколько он прочитал, сколько его большая голова и большой мозг, умная голова знает. Не от этого зрелость. Зрелость не в этом. Зрелость в том, что Бог тебе может доверить. Может ли он доверить тебе свои проблемы? Может ли он доверить тебе людей, своих людей, у которых есть проблемы, чтобы ты мог о них заботиться? Давайте откроем местописание. Луки 16, 10. Здесь Иисус говорит о малом и о многом. Луки 16, 10. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом, неверен и во многом. Вот всегда в жизни рожденного свыше верующего есть вот те вещи, когда Бог нас что-то призывает сделать. И в этом Он хочет увидеть послушание, что мы это сделали. И знаете, когда Бог когда Бог нам дает что-то маленькое сделать, Он хочет увидеть нас. Почему Он не дает что-то большое? Потому что прежде Он хочет увидеть, на что мы способны. Насколько мы это качественно сделаем. Есть ли у нас вера в это? Есть ли у нас страсть, огонь делать это? Есть ли у нас радость, что нам что-то доверили? Есть ли у нас честность? Есть ли у нас дисциплина в этом? И если Бог видит, что мы постоянны, мы верны в том малом, что Бог нам доверил, как здесь Иисус сказал, то Ему дастся многое. верный в малом и во многом верен. Ты не избежишь. Я тебе точно гарантирую, у Бога столько дел нерешенных, у Него столько проблем еще нерешенных, что ты без служения не останешься. Если ты честный, ты верный, ты имеешь веру, страсть, огонь, ты с Ним, ты просто любишь Его. Бог тебя не оставит без работы, без служения. Ты будешь засыпан, ты будешь завален. Это знаете, это как человек, который хорошо исполняет свою работу. Ему звонят, ему говорят, приглашают. Давай, давай. ты говоришь, я не могу, у меня нет времени, у меня занят. Ну, пожалуйста, мы подождем. Почему именно? А почему не другого? А вот потому, что ты, ты качественно делаешь, ты хорошо делаешь. Смотрите, что дальше говорит 12 стих. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Смотрите, они верны в малом, неверены во многом. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Ваше. Мы все хотим получить свое служение. Мы хотим служить Богу в нашем призвании. Но сначала ты будешь служить в чужом призвании. Ты будешь помогать, ты будешь служение именно вспоможения. Ты будешь делать то, не то, к чему у тебя сердце горит, а то, что надо делать на данный момент, в чем есть нужда. Иди принеси, иди унеси. Как Елисей, давайте вспомним. Он говорил, что он говорил? Он служил Илии, и ему Илия говорил, иди сделай то, иди приготовь то, иди этому скажи, иди то сделай. Он даже к этому не вышел, к начальнику этому сирийскому, к имману. Он послал слугу своего. Видите? И слуга служил, служил, был верен в малом, и стал в два раза, имел большую силу, влияние, чем даже Илия. Он был верен в малом. Вы знаете, что наша ошибка в том, что мы недооцениваем малое. Мы недооцениваем, мы не ценим. И мы говорим, о, это все, это все, во что меня оценивают, меня такую ерунду попросили сделать. Знаете, в тебе уже гордость говорит. Это твоя гордость говорит. Все начинается с малого, и все начинается с верности. И в этом для нас есть большой прорыв. Когда мы любим Бога, мы будем верны, мы будем честны, мы будем гореть для Него, мы будем служение делать, даже маленькое, какое-то незначительное служение, но тебя это уже попросили сделать. Сколько людей отказываются? Они говорят, мусор вынести, пусть он вынесет мусор. О, подметать? В церкви подметать? Вы оскорбили меня? Вы меня оскорбили? Или чай разливать? Или что-то еще делать? Или стоять на входе, приветствовать братья и сестер? Вы меня оскорбили? Луки 9,62. Иисус ответил, ни один человек, положивший руку свою на плуг и оглядывающийся назад, не пригоден для Божьего Царства. У него нет уверенности. Он смотрит, «А как у других?» Нет, ты взялся за плуг. Что такое плуг? Плуг – это крюк. Крюк такой большой деревянный с ручками, который вспахивает землю. И впереди идет животное, лошадь там или корова. И ты его так вот держишь руками и просто вот так просто вспахиваешь, чтобы в сторону не уходило, чтобы не были вот такие вот борозды. О, такая ровненькая должна быть эта колея, борода. Этот, как это? Борозда, борода. Борозда. Вот. А некоторые, знаете как? Они сначала смотрят. А это актуально сегодня вообще? За плуг браться? Это модно? Это престижно или нет? А как у других? Кто-нибудь вообще держится за плуг? Если он видит, что кто-то держится за плуг, он тоже берется за плуг. Потом он по сторонам смотрит. А как долго эти люди за плуг держатся? Это же надо целыми днями ходить и просто ходить, и вот так держать этот крюк. И держать, и поворачивать, и держать, и поворачивать, и держать, и по эту землю топтать. А если дождь? А если то? А если холодно? А если солнце? Такие люди говорят, это не для меня. Это не для меня. И я хочу исцелять людей. Я хочу говорить слово на тысячи стадионов. Тебе Иисус тут говорит. Ты не пригоден для Божьего Царства. Ты не нужен. Если ты так думаешь, если ты так подходишь, Бог работает со смиренными. В прошлый раз я говорил благодать Иисуса Христа. Благодать – это действие Святого Духа. Святой Дух действует там, где есть фактор смирения. Сила воскресения действует там, где есть фактор смерти. Как Иисус воскрес из мертвых? Потому что Он умер. Как Иисус воскресил из мертвых Лазаря? Потому что Он умер. Если верующий умрет для себя, для своих амбиций и для своего «я», и влюбится в Бога, и услышит от Него, от Него Слово, и будет в этом верен, такой человек будет являться самой большой ценностью для Царства Божьего. Царство Божье нуждается в верных и надежных людях. Кому Бог может доверить свое дело? В Его офисе, в офисе Бога, очень много папок с заданиями, и срочные. Но мы сидим и ждем пробуждения. Какая-то определенная есть несостыковка. Нету гармонии. У Бога есть дела кричащие. Красные дела, можно сказать. Они кричат, во-первых. Их нужно решить. Но мы сидим и ждем пробуждения. Я, будильник сегодня, пробуждаю тебя. Проснись! Вернись туда! Где ты провалил что-то маленькое, где ты возомнил о себе, и ты сказал, о, обо мне думают только, что я такой, знаете, маленький, незначительный. Вернись! Шутки шутками, я серьезно тоже говорю. Вернись! Исправься там! Исправься! Покайся перед Богом! Потому что там был для тебя прорыв и будущее. Там твое восхождение. И если ты то отверг, Бог тебе ничего нового не даст. Сегодня, к сожалению, есть немало верующих, кто не приносит плод в Царство Божье. Ты просто живешь, ты молишься, ты просто ходишь, ты просто тело, туловище. Да, никакой пользы в Царстве Божьем не прибавляется. Ничего нету. Ты потребитель. Я говорю не к новообращенным. Я не говорю это ко всем сейчас верующим. Люди знают, которым я говорю. Те, кто служили и оставили. Либо захотели быть бездельниками. Они сегодня есть, а завтра их нету. Вот такие люди. Ты ему что-то доверяешь, а он говорит, «Ес, сэр». Поворачиваешься завтра, а его нету. Он сегодня там, завтра здесь. Он прыгает, бегает. Дух зайца, дух кенгуру какой-то там в нем завелся. У него нету стабильности. Нету. О, как мы не любим нестабильность. Когда не по расписанию приходит транспорт. О, ушел. Я же пришел вовремя, а транспорт ушел. Мы там, давайте там, как этот автобус, как он мог? Или куда-то там, на поезд, или на самолет. Представьте, если бы не было постоянства. Богу нужно постоянство. Бог должен увидеть, что ты делаешь постоянно. Тогда Он поставит на тебя свой дух и зальет. И там будет невероятно. Там будет благодать действовать. Там, поверь, там ты даже не вспотеешь. Что такое благодать? Ты не вспотел. Все уже сделано. Ты ничего не успел даже сделать сам. Все сделано. Вот что такое благодать? Расскажу перед тем, как закончу проповедь. Азуза-стрит. Те, кто знают, это улица в Америке, где было сто лет назад, чуть больше, большое пробуждение излияния Святого Духа. И однажды один учитель привел туда 35 глухонемых людей. И подошел к проповеднику. И проповедник говорит, зачем ты привел их сюда? Ведь они же исцелятся все. И ты останешься без работы. Он ухмыльнулся. Как это? Глухонемые люди исцелятся, и тем более все. И он тогда попросил его, потому что он увидел, что у этого человека нет веры. Он говорит, вы отстаньте там в сторонке. И тот потом рассказывает. И он что-то рассказывал им, а они же не понимают, не слышат ничего глухонемые. Но когда он подошел к одному из глухонемых и сказал, во имя Иисуса Христа, может он так не кричал, конечно, он сказал, пошел вон отсюда, демон, глухотый. Он исцелился? Он стал радоваться? Он стал восклицать? На него такая радость сошла, потому что он все стал слышать. И пошла цепь домино. ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все получили вот так вот 35 человек исцеления от глухоты. Что это? Скажите, что это? Я скажу вам, это благодать. Это благодать. Это говорит о том, что однажды один человек сказал, я ничто, я никто, я чернокожий. Меня не пускают даже в класс, в библейский класс, чтобы изучать Библию. Потому что черные не могли с белыми вместе учиться. И ему открывали дверь в коридор, и в коридоре он сидел, этот человек, через которого пришло это излияние. И он подслушивал. Все уроки ему приходилось не слушать, а подслушивать. Потому что ты сидишь в коридоре. Но вот в этом оказался прорыв. Из-за того, что он был смирен, унижен. Никто, ничто. Благодать смогла действовать безгранично. Сколько там было чудес. Сколько людей, вы скажете, покаяние самое большое чудо. Аминь. Сколько там их было этих покаяний. Когда людей даже вперед не звали, они бежали. Орали от своих грехов. Каялись перед Богом. Мы сегодня человеку говорим, ты грешишь, ты грешник. Он нагло на тебя смотрит и говорит. И ничего. И говорит, нет. Нагло. Вы представьте, люди научились сегодня. Поэтому и нету Божьего присутствия, нету действия. Почему? Да если оно появится, эти люди умрут от святости Божьей. Если люди в церкви грешат, если Бог придет, они умрут, по крайней мере обкакаются, точно, будет вонь. Потому что это сила, Бог, это сила, это невероятная сила, Его присутствие, это невозможно, если оно станет концентрированным, качественным, будет трагедия. Но там было ожидание, там было нечто маленькое, и оно выросло в такое великое и чудесное. Человек ничего руками не делал для ушей, уши не трогал, не совал пальцы, ничего. И они все получили исцеление. И были радостны, и уверовали в Иисуса Христа. Вы хотите благодать в своей жизни? Тогда вы должны забыть, как вас зовут, забыть, кто вы. Вы должны понять, что вы Христовы. Вы умерли для себя и воскресли для Христа. И вспомнить ваш завет в день водного крещения, когда вы пообещали Богу служить доброй совести и нарушили. Вы нарушили этот завет, и вы не служите Богу. Вы служите миру. Вы служите этому миру. Для вас мир стал домом, а Божье царство на второй план, на третий и оно далеко. Это стало для вас ничем. Давайте изменимся. Мы же живем дальше, мы же еще не умерли. Все можно поменять, можно прийти в радость, можно видеть, вот представьте, в свои дни, можно видеть великие дела Божьей. Тебе не надо будет никого звать, рекламировать себя, и где какие-то трактаты делать, афиши делать. Если у тебя будет благодать, если Дух Святой будет действовать через тебя, тебя люди будут искать. Ты есть афиша. Будут тысячи людей приходить, исцеляться, наполняться, освобождаться, радоваться. Они будут счастливы, они будут постоянно радоваться, потому что они будут осознавать, что я пришел к Богу. Какое это счастье, какая это радость, о как было страшно жить без Него, или как страшно представить себя без Бога, без веры в Бога, как это страшно, как это одиноко, как это ужасно, жить без Бога, не надеясь на Него, не ожидая от Него ничего. Будьте благословенны, давайте сейчас будем молиться.